Уважаемые коллеги, давайте начинать наше заседание. У нас есть кворум, 17 человек присутствует на заседании нашего совета. Это позволяет нам начать работу. Повестка дня. Рассмотрение заявления о лишении ученой степени кандидата политических наук Степаненко Антона. Диссертация на тему политические аспекты интеграционных процессов на постсоветском пространстве защищена в диссертационном совете Д-209-001 при Дипломатической Академии МИД России в 2015 году. Защита состоялась по специальности 23-00-04 политические проблемы международных отношений глобального регионального развития. В диссертационный совет поступило официальное извещение из Министерства образования России о поступлении заявления о лишении ученой степени кандидата политических наук Степаненко Антона Владимировича. Заявители Заякин Андрей Викторович, Ростовцев Андрей Африканович, Власов Василий Викторович, Бобицкий Иван Федорович. Процедура проводится согласно положению Совета по защите диссертаций на сыскание ученой степени кандидата наук на сыскание ученой степени доктора наук 10 ноября 2017 года, приказ номер 1093. В срок, установленный положением, диссертационный совет создал экспертную комиссию, которая представила заключение по диссертации Степаненко Антона Владимировича. На сайте организации, в установленном сроке, было размещено объявление о сегодняшнем заседании и в срок, установленный положением, проводится заседание. На заседании, согласно положению, в срок, установленный положением, было приглашено лицо, в отношении которого было подано заявление о лишении ученой степени Степаненко Антона Владимировича. Также были приглашены научный руководитель, официальные оппоненты, представители ведущей организации, председатель и ученый-секретарь диссертационного совета Д-209-001-01, созданный на базе ФГБУ Дипломатической академии МИД России, где в мае 2015 года стоялась защита диссертации Степаненко Антона Владимировича. Лицо, в отношении которого было подано заявление, степаненко Антона Владимировича отсутствует на сегодняшнем заседании. Им было прислано письмо, в котором он говорит о том, что он не может присутствовать на сегодняшнем заседании и просит перенести заседание диссертационного совета. Однако, согласно положению, заседание проводят в строго установленной стройке и, соответственно, приносить заседание этому не можем. Согласно положению в Совете по защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук на соискание ученой степени доктора наук 10 ноября 2017 года, заседание проводится в отсутствии указанного лица. Пункт 69. Положение. Комиссия диссертационного совета Д-209-001-04, созданная на базе Дипломатической академии МИД России, в составе председателя Неймарка Марка Фреймовича, Жильцова Сергея Сергеевича, Рудова Георгия Алексеевича, Феофанова Константина Анатольевича, Шутова Анатолия Дмитриевича, ознакомившись с текстом диссертации «Материалами дела», подготовила заключение по вопросу о лишении ученой степени кандидата политических наук Степаненко Антона Владимировича. Заявление о лишении Степаненко Антона Владимировича ученой степени кандидата политических наук представлено Миноборной Кроссии, заявители Заякин Андрей Викторович, Ростовцев Андрей Африканович, Ласов Василий Викторович и Бобицкий Иван Федорович. Слово по заявлению о лишении Степаненко Антона Владимировича ученой степени кандидата политических наук представляется ученым-иссариум. Пожалуйста. Решением диссертационного совета Т-209-00101 при Дипломатической академии МИД России от 23 апреля 2015 года по результатам защиты диссертации политические аспекты интеграционных процессов на постсоветском пространстве шифр 23-2004. Степаненко Антону Владимировичу была присуждена ученая степень кандидата политических наук. Работа выполнена в Дипломатической академии МИД России. Научный руководитель доктор политических наук профессор Задохин Александр Григорьевич, официальные оппоненты Манойла Андрея Викторович и Плутенко Юрий Витальевич, ведущая организация Российский университет дружбы народов. Изучение диссертации соискателя, подателями настоящего заявления и сравнения с предполагаемыми источниками проводилось по текстам диссертаций, находящихся в Российской государственной библиотеке, которые были представлены в нее в соответствии с законом об обязательном экземпляре документов и доступных для ознакомления и соответствии с правилами пользования услугами РГБ. Сравнение текстов осуществлялось подателями заявления лично, без применения каких-либо средств автоматизированной проверки текстовых документов на наличие или отсутствие в заимствовании. Предполагаем, что в тексте диссертации могут иметь место заимствования, выполненные с нарушением порядка использования заимствованного материала и следующих работ. Кротов Михаил Иосифович, к 20-летию Содружества независимых государств, вестник Совета Федерации, номер 3, от 2011 года. Беленинов Андрей Юрьевич, интеграционная политика России на евразийском пространстве, потенциалы и перспективы развития. Диссертация на соискание ученой степени доктора политических наук. Выполнена работа в Дипломатической академии Министерства иностранных дел России. Научный консультант, доктор исторических наук, профессор Евгений Петрович Бажанов. В работе соискателя не даны ссылки на вышеуказанные публикации. Совместные публикации у соискателя и у помянутых авторов отсутствуют. Уважаемые коллеги, это было оглашено заявление, которое мы получили из Министерства образования. И теперь слово для оглашения информации по рассматриванию диссертации я представляю ученому-иссариуму. Пожалуйста. Диссертация Степаненко Антона Владимировича, защищенная в диссертационном совете Д-209-001-01 при Дипломатической академии МИД России в 2015 году по специальности 23-2004. Политические аспекты интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Научный руководитель, профессор Задохин Александр Григорьевич. Официальные оппоненты, профессор кафедры российской политики, факультета политологии Московского государственного университета имени Ломоносова, Мануэл Андрей Викторович. Второй оппонент, заместитель начальника отдела внешних связей и исследований МИЦУИ Плутенко Юрий Витальевич. Ведущая организация Российский университет дружбы народов. Спасибо. Уважаемые коллеги, в соответствии с положением, слово предоставляется председателю экспертной комиссии диссертационного совета Неймарку Марку Афраимовичу. Марк Афраимович, пожалуйста, Вам слово. О заключении экспертной комиссии диссертационного совета 0004 Дипломатической академии МИДРОССИИ. Экспертная комиссия в составе доктора политических наук Жильцова, доктора исторических наук Неймарка, доктора политических наук Рудова, доктора политических наук Феофанова, доктора исторических наук Шутова Создана на заседании диссертационного совета 004 30 октября 2018 года. Протокол 21. Для рассмотрения заявления Заякина Ростовцева, Власова, Бобицкого о лишении Степаненко политических аспектов интеграционных процессов на постсоветском пространстве ученой степени кандидата политических наук. Основание. Письмо Министерству науки и высшего образования Российской Федерации от 29 сентября 2018 года. Номер МН 06 2 дробь 375. По итогам изучения представленных материалов экспертная комиссия отмечает наличие в тексте некорректных заимствований и следующих работ. Кротова, под названием «К 20-летию Содружества независимых государств», вестник Совета Федерации, номер 3 2011 года. Странички 30-39. Страница диссертации от 34 по 44. Ибрианинова под названием «Интеграционная политика России на евразийском пространстве. Потенциал и перспективы развития». Это диссертация на соискание ученой степени доктора политических наук Дипломатической академии МИД России, Москва 2013 года. Страница диссертации от 76 по 83, от 87 по 90, от 95 по 112, от 114 по 116, от 118 по 120 и 138. Подписи представителей экспертной комиссии «Неймарк», член экспертной комиссии «Жильцов», «Шутов», «Рудов», «Феофанов». Благодарю за внимание. Спасибо, Марк Фраимович. Кто хочет выступить, порассматриваем вопросы, пожалуйста. Да, пожалуйста, Алексей. Спасибо, Сергей Сергеевич. Уважаемые коллеги, я не могу остаться в равнодушной к этому сегодняшнему событию. На самом деле Марк Фраимович зачитал сейчас заключение, против которого трудно что возразить. Такой достаточно прискорбный факт для нашего диссертационного совета. Но я надеюсь, что, так сказать, то, что было в прошлом, ошибки прошлого совета, мы, конечно, больше повторять не будем. Хочу напомнить, что личность самого соискателя Антона Владимировича Степаненко вызывает уважение. Это наш аспирант, он у нас отучился в полный срок в заученной аспирантуре. В общем, показал себя как хороший аспирант, интересный. Одновременно он продолжал работать в Министерстве иностранных дел. На сегодняшний день вот его отсутствие, Сергей Сергеевич не сказал, но его отсутствие связано с тем, что его просто не отпустили на работе. Он работает сейчас в нашем посольстве в Австрии, в Вене, и, так сказать, в качестве третьего секретаря выполняет там очень ответственное, так сказать, поручение. Сейчас обстановка довольно сложная, руководство не с чего возможным ему дать этот отпуск, чтобы он здесь присутствовал. И хочу напомнить, что, конечно, в сложившейся ситуации довольно сложно, так сказать, говорить о том, насколько правомерно было присуждение ученой степени неправомерно. Конечно, вот эта система, я хотела обратиться сегодня к председателю диссертационного совета, наша система антиплагиат ВУЗ, которую мы закупаем, и которая у нас лицензионная, которая, в общем, обновляется периодически. Конечно, в принципе, нам нужно и им, наверное, предъявить какие-то претензии, потому что, когда Антон Владимирович защищался, то диссертационному совету были представлены материалы от этого, так сказать, результаты проверки антиплагиат ВУЗ, которые составляли 85% оригинального текста. И, конечно, совет должен был руководствоваться именно этими фактами, именно этим заключением. Думаю, что, наверное, как-то нам нужно будет и с этим договором тоже поработать, для того, чтобы нам обезопасить и работу нашего совета, и, в общем, судьбы наших аспирантов, которые тоже, как мы знаем, многие из них работают, пишут свои диссертации, исходя из практического опыта. Ну, что касается сегодняшнего решения, то тут, к сожалению, никаких двух мнений, на мой взгляд, быть не может. Очень жаль. Нам бы, конечно, хотелось, чтобы Антон Владимирович смог свою работу отстоять, поскольку, хочу напомнить, что ни в автореферате, ни в заключении по итогам этой работы плагиат не обнаружен, плагиат был обнаружен вот в констатирующей части, в фактаже, так называемом, который аспирант опирался. Это тоже, конечно, совсем неправильно, но вот факт остается фактом. Выводы, которые он сделал, они, в общем, достаточно самостоятельны, и поэтому диссертационный совет в свое время принял такое положительное решение. Ну, вот, считаю, что накануне голосования, да, нам нужно учесть тоже эти все аспекты и принять правильное решение. Спасибо. Спасибо, Тяна Алексеевна. Пожалуйста, кто-то еще хотел бы выступить? Да, пожалуйста. У меня, во-первых, вопрос. Ну, для начала, я хочу, прежде чем задать вопрос, вот эта группа, которую написала, вот, например, комиссия, которую я здесь, там, жильцов, родов, феофанов, я этих людей знаю, я доверяю, абсолютно, просто мы уже давно вместе работаем и в порядочности, и в компетентности, и так далее. А вот кто вот эти люди? Это штатные сотрудники ВАКа или это волонтеры? Вот кто написал? Они здесь? Да, у нас есть представитель этой группы, я думаю, что он сам, наверное... Это кто? Ну, ради интереса. Да, пожалуйста, вы можете взять микрофон и ответить на вопрос, который вам адресован. Пожалуйста. Рыжечку открывайте. И кнопочку, да, пожалуйста. Да, в ответ на вопрос. Меня зовут Иван Федорович Бабицкий, я один из заявителей, подписавших заявление. На ваш вопрос. Да, мы в этом деле, как вы говорите, волонтеры, то есть мы не сотрудники ВАКа. Заявление нами подано как частными лицами, но при этом мы исходим из того, что вопрос о том, можно ли нам доверять или нельзя, он значения не имеет, поскольку, собственно говоря, диссертационный совет для того и создает комиссию, чтобы проверить, насколько написанное нами в заявлении соответствует действительности. Вот, насколько я понимаю, комиссия убедилась в том, что те совпадения неправомерные, о которых мы написали, действительно имеют место. Так что я думаю, что, по крайней мере, своим коллегам вы можете доверять. Ну, диссертация Медымского. Да, это я. А вы борец за истину? Ну, можно сказать и так, если пользоваться таким стилем. Ну, понятно. В смысле, я это делаю не за деньги, если вы об этом. Нажмите, пожалуйста, кнопочку. Спасибо. Есть ли какие вопросы еще? Да, пожалуйста. Ну, технический вопрос, я не знаю даже, к кому его отнести. Может быть, вот к господину Бабицкому или к Марку Ефраевичу. Или к Сергею Сергеевичу. Я не знаю просто, к кому. А есть какие-то вот количественные показатели, на основании которых, ну, что это должно быть? Десять страниц? Какая-то предельная норма? Или должно быть в процентном отношении? Вот потому что, я так посчитал, например, вот из работы Кротова, девять страниц указано в самой работе, а в диссертации четыре. Ну, то есть, я так понимаю, это такая некоторая свободная переработка. Это не дословное просто цитирование без сноски, а как-то, ну, переработанное, да? Ведь, видимо, я не знаю. По-другим, вот страница диссертации, то, что взято у Белянинова, который у нас же защищался, я, хотя это не имеет значения, тут непонятно. Вот страницы, указанные в диссертации Степаненко, 76, 83, 87, 90, какому объему это соответствует в работе Белянинова? То есть, опять это что, просто тупой такой, извините за сленг, заимствование некорректное или недопустимое, то есть, плагиат? Или это всё-таки какая-то, ну, мы все понимаем, что в русском алфавите определённое количество букв, в политической науке определённое количество есть клише, которые, ну, знаете, ведь тоже можно интеграционные процессы, там, аспекты, ещё что-то это. Хотя, как мы знаем, самые большие цитирования, как ни странно, заимствования, вернее, идут в физике и математике, в физико-математических науках, да, вы, наверное, тоже это знаете, да? Там есть просто клише, которые устойчивые повторяются многократно в любой работе. Вот если можно вот как-то вот пояснить, я не знаю, к кому это вопрос, я не то что к вам прямо обращаюсь, просто мне интересно, ну, как бы, потому что уже мы не первый раз с таким сталкиваемся. Спасибо. Я, наверное, первый тогда отвечу, не знаю, будет ли это достаточно, относительно того, есть ли какая-то допустимая процент заимствованного текста, некорректно заимствованного, нет, такого допустимого процента нету, есть какие-то нормы требуемого оригинального текста в диссертациях, вот когда подаётся отчёт, но это именно речь не о некорректных заимствованиях, а как раз о корректных, что даже корректных заимствований не может быть больше определённого процента. Вот, касательно вопроса по существу самих заимствований, нет, конечно, мы никогда не, мы, наше, значит, сообщество диссернета, оно никогда, конечно, не придирается к совпадениям каких-то клише и отдельных фраз. Речь всегда идёт о совпадениях абсолютно однозначных больших массивов текста, причём в случае Степаненко, как и в большинстве тех, которых мы занимаемся, это именно по нетблокам идёт по нескольку страниц. При этом в этот текст вносятся некоторые изменения, но достаточно незначительные, так что всё равно совершенно неоспоримым остаётся, значит, совпадение этих текстов. Иногда там какие-то вводные слова меняются, там порядок слов, какие-то фразы вставляются, но это, к сожалению, совершенно прозрачные случаи, когда действительно вот большими кусками по нескольку страниц берётся чужой текст, там в него какие-то косметические изменения вносятся и без ссылок кавычек это используется. Ну и, к сожалению, да, это тоже очень типичный в нашей практике случай, когда используется диссертация, защищённая в том же самом совете для этого, и при этом она не указывается в списке литературы даже там, ну и так далее. То есть, к сожалению, это очень явный, ясный случай некорректного поведения. Спасибо. Ну и пользуясь, как бы, такой возможностью, если позволите, я бы хотел уточнить на, ну, может, это и всем тоже будет интересно, но, в общем случае, меня это интересует вопрос этот. И на будущее, работая с аспирантами, раньше была такая практика, достаточно, я считал, нормальная, то, что диссертант писал в ходе, ну, написания диссертации, извините за тавтологию, ряд статей, которые потом могли быть скомпонованы в том или ином виде и лечь в основу, тем более это соответствует тому, что диссертация была опробирована, ну, то есть это личные статьи. Сегодня в ряде советов самоцитирование считается плагиатом. Вот и в оригинальность не входит, вот в ряде систем антиплагиата, вот собственные работы, они не допускаются. Ну, как вообще? Ну, с точки зрения, опять же, нашей, я бы сказал так, что есть, к сожалению, не очень, наверное, детально прописанная норма про то, что действительно, если используются свои собственные тексты, на это надо указать, но это не означает, что их нельзя использовать и даже использовать по нескольку страниц, надо просто это указать. Тем не менее, конечно, если мы сталкиваемся со случаем, когда у человека некорректное заимствование только такого вида, то есть когда он только свой собственный текст использует без ссылок, мы в этих случаях, конечно, ничего не делаем, потому что это, конечно, повод для того, чтобы потребовать диссертанта перед защитой поправить, но это не повод, чтобы лишать степени, когда она уже присуждена. Ну да, конечно, по существу использование собственных статей, разумеется, допустимо, но по-хорошему нужно указывать в примечаниях, в сноске, что это используется такая-то статья, опубликованная тогда-то. Все. Спасибо, коллеги есть? Да, пожалуйста, Игорь Васильевич. Уважаемый председатель и члены совета, у меня вот господин Бабицкий, докладывая, ну, как бы формулируя подход, у него прозвучало несколько раз, и у меня возник вопрос, это что, штатный подход, вот группа, которая рассматривает диссертацию, или как вы выбираете, какую рассматривается, надо, если эта группа создаётся, или это импровизировано, откуда возникает, потому что в вашем выступлении прозвучало, у меня такое возникло, значит, понимание, что вы как штатный при ВАКе или при какой-то комиссии, и комиссия, вот, это вот первый момент. Второй момент, значит, профессиональная сторона. Пишется диссертация соискателем, есть научный руководитель, который, так сказать, в течение, там, двух-трёх лет или, там, пяти работает, а вы читаете, ваша что, техническая сторона, использование каких-то технических средств, или визуальный подход и знание этого вопроса? Тематика широкая, самая разнообразная, может быть, у диссертанта, а вот ваша специализация. Спасибо. Ну, наш подход довольно простой. Указание на то, что в одной работе есть массовые заимствования с другой работой, мы, конечно, получаем, так сказать, в виде подсказки при помощи использования разных самых компьютерных программ. Поскольку мы именно занимаемся только случаями, когда заимствования большие, то программы их ловят довольно легко. Понятно, что если бы они там были отдельными абзацами, то... Вот, после... Но, конечно, при этом мы, честно говоря, не очень любим как раз программу антиплагиат, которая делает это механически. То есть, то, что дает программа, это называется подсказка. Значит, дальше, конечно, нужно смотреть глазами, потому что программа, вообще-то, довольно плохо отличает корректное цитирование от некорректного заимствования, не всегда хорошо разбирается в последовательности публикации текстов, может не учитывать того, что у того же человека могли быть более ранние, действительно, публикации, например, в статьях тот же самый текст или в каких-то совместных монографиях, не учитывает там вопросы за авторство и так далее. Так что, конечно, благодаря вот всей этой компьютерной технической стороне мы знаем всегда заранее, куда смотреть, а смотреть уже приходится, кто возьмет, смотреть, тот смотрит. Конкретно чем привлекла эта работа ваше внимание? Конкретно про это мне трудно сказать, поскольку у нас, надо сказать, довольно большой поток идет. У нас только некорректно диссертации на сайте опубликовано больше тысячи на данный момент. Дел, по которому уже вынесено решение лишения степени больше сотни и так далее. Это делается по самым разным каналам. То есть часто это, например, бывает потому, что нам уже известно, что у данного научного руководителя систематически встречаются диссертации с плагиатом или оппонент какой-нибудь, который часто встречается, или это может быть просто какой-то совет, например, какой-нибудь, может быть, в котором нам уже попадалось такое, или это может быть вообще какая-то некоторая случайность, потому что там искали одного, там обнаружили еще кого-то, кто тоже из этой же самой в источниках писал. Поэтому конкретно Степаненко, поскольку это не то, что я его лично выбирал, я просто не могу сказать, это, как это сказать, сетевым образом делается. Спасибо. Вопросы? Да, маленький вопросик еще. Просто вдогонку тому, о чем Иван Федорович сказал нам сейчас. Скажите, пожалуйста, а вы вот нам можете объяснить, поскольку вы с компьютерной программой, вы общаетесь, как у нас так получилось, что машина нам показала 85% оригинального текста, когда Антон защищался, и вдруг через 4 года выясняется, что это совсем не 85%. Что случилось? Как это такое могло быть? У нас же есть документ. Нет, в процентах мы не считаем, но страниц там получилось около 40%, на которых есть иногда это целая страница, иногда это часть страницы. Это такая штука, которую действительно иногда спрашивают, и которая может пригодиться действительно при проверке и в Совете тоже. Дело в том, что в этой программке, когда часто в Совете перед защитой, программы и антиплагиат проверяют тот текстовый файл, который дает сам соискатель. В этих случаях есть, как известно, просто много хитростей, которые позволяют обманывать программу. Например, человек может взять текст, ну, это самое старое, кажется, это уже не работает, и заменить в нем автозаменой все русские буквы «с» на латинскую букву «с». После этого программа русское слово там перестает опознавать, потому что, значит, или вставлять какие-то невидимые знаки и так далее. Поэтому для того, чтобы программа хорошо отлавливала плагиат, нужно, чтобы сам текст, который проверяется, распознавался с оптической копией, распознающей программой, там, например, в FineReader, а не проверялся тот самый файл, который дал соискатель, потому что в этом случае действительно… То есть вы проверяете некие PDF-файлы, что ли, которые есть? Мы берем сначала страницу, фотографируем компьютерным образом, потом распознаем ее уже сами, и полученный текст проверяем. Потому что, понятно, если текст взять, который человек сам взял, то это дело не очень хитрое обманусь. Спасибо. Есть ли еще вопросы по существу дела? Я бы хотел так небольшой, уже, собственно, такие вопросы были. Я хочу несколько отвлечься. Вот создается впечатление, как будто есть какая-то организация, которая специально отслеживает, иногда правильно, иногда нет. Вот я сошлюсь на Николаева из МИДа, ответственно заявляю. Отличная работа была, очень компетентная. Да он сам всю жизнь занимался в Центральной Азии. Блестящая работа. И вдруг вот такое же пришло на него заявление, что они долго-долго копались, долго очень. Потом, в конце концов, несколько авторитетных комиссий решали и пришли к мнению, что диссертация достойна того, чтобы быть защищенной и присудить соискателю искомой степени кандидата политических наук. Вот я хотел бы спросить, что, как вы цели-то находите все-таки? Вот вы хоть и объясняли, как вы цели находите? А то уже, я знаю, вот есть, ходит термин такой среди научного мира, что созданы диссертационные киллеры, специально отстрельивают тех, кого надо. Вот, нет, вы компетентно все хорошо отвечали, мне понравились ваши ответы. Но ты вместе с этим вот есть вот такое мнение. Целевое. Да. Я прошу прощения, делом Николаева я занимался сам, и могу сказать, что с фактической стороны, во-первых, диссертационный совет МГЛУ, в котором просматривалось наше заявление, с нами согласился, рекомендовал лишить его степени, а оправдан он был уже в президиуме, и я подозреваю, что по причинам не очень академическим. Более того, я хорошо помню, что там присутствовал его научный руководитель, и когда я его прямо, сам Николаев отсутствовал, конечно, и когда я научного руководителя спросил, а почему у вас цифры, которые были опубликованы в 2006 году, статистические данные, значит, и которые меняются постоянно, в точно таком же виде привезены с 2012 год, научный руководитель мне ответил, что я вам, как специалист, скажу, какие цифры не подставь, все будет правильно. Поэтому, честно говоря, по делу Николаева согласиться никак не могу. Да, ему сохранили степень, поскольку он посол, кажется, кстати, он им не был, когда мы подавали заявление еще. Что касается того, что ходят такие слухи, ну, а как они могут не ходить? Конечно, многие люди, которые лишились степени в результате нашего заявления, разумеется, они, поскольку, ну, собственно, то, что у них плагиат, уже подтверждено вакуум, и нельзя сказать, что мы их оклеветали, то единственное, что им остается говорить, что, ну, да, плагиат был, но почему-то меня они обвиняют, а кого-то другого не обвиняют, значит, это какой-то заказ. Ну, мне кажется, это немножко разговор не по существу. Если плагиат действительно есть, если степень из-за этого вак лишает, то, ну, я, наверное, думаю, что нельзя никак доказать, что... Я не думаю, что можно доказать, что мы не являемся там диссертационными киллерами, не... как это теоретически можно доказать, но у нас очень много людей опубликовано на сайте, очень много лишалось степени. Большая часть тех, кого лишили степени по нашим заявлениям, люди никак не известные, не занимающие никаких общественно значимых позиций. Как бы, мне кажется, с точки зонтравного смысла это достаточно, но вот больше ничего, к сожалению, не могу сказать. Спасибо. Уважаемые коллеги. У меня тоже есть... У нас такая возможность появилась, чтобы не зря мы пришли. У меня к вам опять вопрос. Сейчас речь идет о ваковских работах, то есть работах, которые утверждаются в ваке. Но сейчас появилась сеть вузов, ГИМО, МГУ, Санкт-Петербургский, Ранхикс, не помню, кто еще. Там без вака, да, вы знаете теперь. Это тоже объект вашего внимания? Или вы только по ваку? Конечно, это тоже будет объектом нашего внимания, в силу того, что все равно эти диссертации есть, они все равно поступают в Российскую государственную библиотеку. Но то, что они не ваковские, означает только, что мы не можем подавать в вак заявление о лишении ученой степени, но это в любом случае совершенно не основная наша форма деятельности, потому что очень многих людей мы действительно можем всего лишь опубликовать на сайте, просто потому что у нас существует срок давности, и диссертации, защищенные ранее 2011 года, например, за них вообще нельзя лишать степени, даже если это стопроцентный плагиат. В таких случаях мы будем просто опубликовать на сайте, что такой диссертации обнаружен плагиат с указаниями, где именно, а дальше это вопрос уже самих университетов, как они относятся к своей репутации, захотят ли они по этому поводу устроить разбирательство там и поставить вопрос об отзыве степени, или скажут, что все хорошо, но это боюсь уже... Например, я помню, что вот были случаи вот с Высшей школой экономики, там были диссертации разных высокопоставленных людей, которые там давно защищались, соответственно, тоже нельзя было решать степени. В частности, губернатор Подмосковья Воробьев. Он там был, числился профессором на какой-то кафедре взаимодействия, там, бизнеса и власть или чего-то еще, не знаю, читал в этом там лекции. Ну, Высшей школы экономики его там, видимо, спросил. В общем, через некоторое время оказалось, что он там больше не профессор. Ну, это уже выбор университета. Ничего сделать не можно. Уважаемые коллеги, у нас вопросы же общие. Можно, может быть, их перенести после заседания, потому что у нас вопросы... Нет, один короткий вопрос, можно? Все-таки по Степаненко мы должны рассматривать, если есть вопросы по его делу. Буквально коротко. Да, пожалуйста. Господин Бабецкий, скажите, пожалуйста, вот у Вас, я так понимаю, базовое техническое образование, да? Или, ну, это, так сказать, предварительно. Ваша программа, антиплагиат, и наши тоже там, ну, есть разные программы, включает три параметра. Оригинальность, цитирование, заимствование. Вот как может быть цитирование ноль, а заимствование, там получается какой-то процент. Причем там указывается, вот вы же тонко не разбираете источники, которые цитируются, то есть это самоцитирование, корректно, некорректно. Вот как может быть гуманитарная работа без цитирования, даже с указанием вот ссылок каких-то, ноль дает. Это же, мне кажется, технически. Я просто хочу понять, когда мы обвиняем, одну секундочку, когда мы обвиняем в антиплагиате, какие-то проценты выдаем, ну, вы научите нас, как вообще этого избежать, что надо делать. Спасибо. Да, понял. Нет, я по базовому образованию филолог-классик, и как раз поэтому занимаюсь текстологией в нашем сообществе. И я хочу сказать, что все-таки это не совсем так, что мы в тонкостях не разбираемся. Мы как раз разбираемся в тонкостях, в тонкостях не разбираются программы. Поэтому ответ на вопрос, собственно говоря, такой, что надо смотреть глазами, надо смотреть глазами. Стоят кавычки, не стоят кавычки. Есть ссылка, нет ссылки. Корректное заимствование, некорректное заимствование. Самоцитирование или цитирование кого-то совсем другого человека. Или это цитирование, например, работы в соавторстве. К сожалению, программа может только подсказать, куда смотреть. Вот это наш подход. Мы, честно говоря, вообще не очень хорошо относимся изначально к этой инициативе по введению обязательной проверки именно на программу антиплагиат, именно прикладывание отчета программы антиплагиат, потому что использовать антиплагиат – это вещь хорошая, но то, что она генерирует в качестве отчета, это на самом деле никакой не отчет о плагиате, а просто некоторая механическая картина совпадений текстов. Это только первый шаг. Сам по себе отчет антиплагиата ни о чем не говорит, потому что действительно, как вы совершенно справедливо говорите, люди цитируют и вполне корректно, и это общепринято, и как бы и без этого было бы странно. Да, конечно, должны быть корректные цитаты, и только человек глазами может различить, если корректная цитата, а где некорректная. Ну да, ничего другого пока не придумали. Уважаемые коллеги, если вопросов по существу дела нет больше, то я предлагаю в соответствии с положением, которым мы руководствуемся, мы должны перейти к голосованию. Мы голосуем за или против лишения кандидатской степени, и, соответственно, сейчас мы должны поставить вопрос на голосование. Значит, первый вопрос, который мы должны проголосовать, кто за то, чтобы лишить Степаненко Антона, ученой степени, кандидата политических наук. Пожалуйста, голосование у нас открытое, поднятием рук. Пожалуйста, посчитайте, сейчас не отпускайте, пожалуйста, мы должны зафиксировать. Кто против? Кто выдержался? Теперь нам необходимо принять текст заключения совета на основе заключения экспертной комиссии. Про это заключение был роздан. Есть ли дополнение и уточнение в текст заключения? Да, пожалуйста. У меня маленькая техническая, тут опечатка, тут господин Бабицкий, а у нас написано Бабацкий. Да, это мы уже отметили, да, это мы исправим. Если замечаний нет, то мы должны проголосовать за текст заключения. Кто за то, чтобы принять текст заключения? Пожалуйста. Кто против? Кто выдержался? На этом у нас повестка исчерпана, и заседание объявляю закрытым. Всем спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...